Вот есть хорошая поговорка Готовь сани летом Уже сейчас, друзья, несмотря на то, что на дворе еще сентябрь Все вроде бы зелененькое Нужно покупать себе зимние шины И вот сейчас я вам хочу дать просто действительно дружеский совет А точнее даже показать, как вы можете за 5-10 минут сэкономить 5-10 тысяч рублей Я вам рассказывал, что у меня на автомобиле стоит разноширокая резина Но на зиму я себе покупал резину по первому колесу 245-45 R18 И вот для того, чтобы купить себе зимние шины или диски с комфортом и экономией Все, что нужно, это залететь, парни, на Е-каталог Смотрите, как это элементарно все делается Заходим на Е-каталог Я вам с левой стороны выведу его на экран, чтобы вам было все видно, что я делаю У нас здесь есть возможность выбрать расширенный подбор Здесь мы с вами выставляем все наши параметры Вы делаете под себя, я делаю под себя Выбираю себе зимние шипованные Опускаемся дальше, посадочный диаметр у меня 18 Далее ширину я ставлю 245 Профиль, высота у меня 45 Индекс скорости, индекс нагрузки Далее вы можете выставить под себя Я же нажимаю подобрать И вот, пожалуйста, вам, друзья Все актуальные шины, которые вам наверняка будут интересны У вас уже на ладони Вам не нужно прыгать по различным сайтам Там открыть вкладку, там открыть вкладку Вот, вам, пожалуйста, выставляете и все здесь есть Более того, Nokia Hakopelita Разброс цен от 13 тысяч до 20 Ну как вам такое? Практически 7 тысяч рублей разница Соответственно, здесь вы можете посмотреть Вот, например, я раньше себе ставил Nokia Hakopelita 8 Вот она Заходим на нее Вы можете почитать отзывы 80 отзывов по шину Соответственно, здесь у вас уже в любом случае Какое-никакое мнение по шине составится После чего переходим в раздел Сравнить цены И вот они все известные магазины, которые есть Поэтому, друзья, Е-каталог вам дает возможность Сделать покупку с удовольствием И самое главное с экономией Выбираете наиболее привлекательную цену Переходите в магазин И совершаете покупку Вот те, кто ценят свое время и деньги Вы просто обязаны иметь у себя на мобильном устройстве Приложение от Е-каталога И, собственно, пользоваться его расширенной версией Именно поэтому Е-каталог ждет вас По ссылочкам в описании Переходите, пользуйтесь с удовольствием Экономьте ваше время и деньги Вот это водительское удостоверение Этот кусок пластика многих кормит Если вы умеете водить Водите правами Вы всегда можете отправиться на работу водителем Как такси, частного транспорта Какой-то бизнес-извоз Можно отправиться на работу коммерческого транспорта И вот в этом сюжете Я вас познакомлю с человеком Как выяснилось, с молодым человеком Который создает рабочие места на коммерческом транспорте Прежде чем делать выводы, что ему помог папка Ему дала денег мамка Досмотрите ролик до конца Сначала купил себе одну машину Потом купил себе вторую машину Нанял у человека И сегодня он неплохо зарабатывает Сколько он зарабатывает Сколько денег он на все это потратил Зачем ему это нужно А не стыдно ли ему возить мусор по Москве Вот поехали к нему И обо всем этом спросим у него напрямую Мы с вами перемещаемся на окраину Москвы Рядом с нами промышленная зона Вот такой интерьерчик нас здесь встречает А здесь нас ждет интересный человек С которым мы сегодня пообщаемся Знакомьтесь Зовут его Юрий Юрий, друзья, как вы думаете, сколько лет? 23 года человеку Молодой парень изначально Когда мы с ним познакомились Я подумал, что лет 35 Опять же он был в капюшоне Юр, расскажи, пожалуйста, из какого ты города? Я из Самары Всю жизнь в Самаре прожил Тебе сегодня 23 года Насколько я знаю, в этом году, в 2020 В тяжелом году для нашей страны Ты переехал в Москву И начал свой бизнес Вложился в него Расскажи кратенько Ты закончил школу, что было дальше? Сначала школу закончил, 9 классов Среднее образование, как бы оно у всех должно было быть Ну и техникум, просто техникум После техникум и первое место работы? Евросеть То есть не по специальности Не какой-то там инженер Ты пошел в Евросеть Да Сколько ты отработал менеджером по продаже? Где-то месяцев 6 Потом устроился на чехлы Просто торговать чехлами В торговый центр Как бы вот и все Как пришел в место работы, которое переросло в твой бизнес? Слушай, сначала устроился по объявлению в компанию Которая занималась, в принципе, тем же самым Но только, как бы тебе сказать Посредническими услугами По сути, мы были диспетчеры Отдавали заявку Брали за эту заявку свою комиссию Ну, в принципе, так и работал Где-то 4-5 месяцев, не больше Поработал в диспетчерской И где-то в 21, где-то вот так вот Я уже открыл свое ИП То есть начал сам работать уже Это все происходило еще в Самаре? В Самаре, да Соответственно, открыл свое ИП Какие услуги ты начал оказывать? Вообще, транспортные услуги По налогообложению Это было ПСН Патентная система налогообложения Нет, а вот мне интересный момент такой То, что ты открыл ИП Ты оказывал, какие услуги, расскажи Ну, услуги диспетчера, по сути Те же самые, как на дядю работал А теперь я просто сам для себя Делаю рекламу То есть ты взял их модель, увидел, что они делают Ты понял, как это работает и сделал А вот сейчас, смотри, давай расскажем людям Вообще кратенько То есть, вот иду я по улице Стоит там машина, которая перевозит мусор Я знаю, что где-то там по области Возле какого-то дома может быть целая свалка Соответственно, есть магазины, которые должны правильно возить Бытовые отходы, мусорные отходы Что делаешь ты? Ну, слушай, про бытовые отходы я тебе не подскажу Я занимаюсь исключительно только строительным мусором Чтобы не пахнет Ну, все, что, короче говоря, не пахнет Тебе поступает звонок Что тебе говорят? Слушайте, вот у меня там мусор есть Нахожусь там-то, там-то Нужно тогда-то вывезти Спрошу, нужна ли погрузка Либо своими силами погрузите контейнер Ну, и, соответственно, если нужна погрузка Спрошу, какой этаж Если есть лифт, то, как бы, это дешевле Если нет лифта, то это дороже Вот, соответственно, услуги грузчиков 250 час по Москве, в принципе, это стандарт Обычно минималку за минимальную оплату труда берут 4 часа То есть 1000 рублей на человека Грубо говоря, если есть лифт Спускают, грузят, все 4 часа у них минимум Даже если они за час сделают В одном из сюжетов, вышедших ранее Люди нечто подобное обозначили как кража Но в каком смысле? Человек пришел Его обучили Ему дали возможность зарабатывать Он увидел, как это все работает Написал заявление по собственному желанию Пошел, открыл ИП Что на самом деле является копеечным делом Никаких огромных вложений не нужно И начал делать все то же самое Чтобы вы понимали, на тот момент он точно так же являлся просто посредником То есть Есть частник, у которого есть машина, которая может вывозить мусор Есть человек, который делает ремонт Есть человек, который строит дом большой Застройщики Им нужны эти машины Он же рассылает рекламу о том, что всем привет Я готов вывозить вам мусор Обращаются люди к нему И он их напрямую сводит То есть тем самым зарабатывает свою комиссию на этом Таким образом заказчик, обращаясь к нему Получает тут же сервис Организацию Человек, который имеет свой транспорт Находится дома И ему поступает заказ, что вот есть работа И Юра на этом зарабатывает Но что меня удивило, что он не побоялся сделать дальнейшие действия Смотрим Слушай, насколько я знаю, у тебя сегодня есть два коммерческих транспорта Мы сейчас вам их покажем, расскажем Юр, машины дорогие Одна там чуть ли не 2,5 миллиона Другая еще 3 миллиона Вот тебе 23 года У тебя наверняка, вот ребят скажут Папа есть, у которого своя крупная компания Мама где-то в ЖКХ сидит Вот объясни, чем у тебя, ну кратненько занимаются родители Мама у меня корновщица Работает на железобетонном заводе Где-то уже, наверное, порядка 35 лет Вот Шестой разряд Росся без отца Без отца Без отца, то есть только с мамой Ты набивал опыт, работал, проживал в Самаре Потом получилось так, что наступил 2020 год Тогда ты еще не знал о том, что будет пандемия Да никто, собственно, не знал И у тебя появилось желание купить вот первого вот этого товарища Сколько денег ты за него отдал? 2,450 Но при этом официальный дилер сказал для начала, что машина будет стоить 2,750 Так как это последняя модель была 2019 года Сделали скидочку 2,450, они мне ее отдали Еще плюс была скидка от Минпромторга 12,5%, так как это русская техника Ты покупал ее в лизинг? В лизинг Соответственно, у тебя был первоначальный взнос Естественно, ты не сразу там взял 2,5 миллиона отдал? Нет, таких денег, естественно, нету А расчеты по лизингу, ты все посмотрел? Все там было чисто прозрачно? Да, да, в принципе, как бы брали через знакомых И обычно я как бы на ИП работаю, да, у меня ИП с НДС, не ООО И как бы ИП должна минимум полгода прожить И при этом обороты должны быть хорошие То есть нужно показывать это все У меня, соответственно, обороты более-менее хорошие были На тот момент где-то 18 миллионов в год То есть за первый год работы было 18 миллионов Соответственно, с поручительством Меня дали первую машину в лизинг То есть получается так, что машину ты покупаешь Это уже готовый вариант Что, грубо говоря, садись и все Ты поставил ее на учет и передвигайся, катайся Да, да, все верно Сколько тебе, ты в любом вообще это высчитывал уже Сколько тебе машина обходится в день или в месяц по расходам? Вообще солярка это где-то от 500 до 1000 за один рейс выходит Лизинг 96-600 за данный автомобиль Ну, где-то порядка там плюс-минус 3-300 в день это выходит Вот смотри, у тебя машина сегодня каждый день катается Средним в день сколько ты делаешь рейсов? Ну, в среднем три Бывает больше, бывает меньше Среднее это количество, это три Сам ты на машине, соответственно, не ездишь У тебя есть водитель Да, водитель Который приезжает, это все грузит Куда-то уезжает, все это вывозит Вот скажи, пожалуйста, что хочется всем нам понять Сколько ты получается так, что в месяц, например, с одной машины можешь заработать грязными И потом вычитаем налоги, вычитаем зарплату водителя Вычитаем там оплату мусорки куда-то выводишь И остаются чистыми с одной машиной Ну, в среднем где-то 50-70 тысяч с одной машиной Мне остается чистыми с учетом выдачи зарплаты Солярки, страховки, амортизация То есть плюс-минус это все должно быть посчитано всегда Ну, 50-70 50-70 Растягивать не буду, 50-70 А грязными это тысяч, наверное, там 300 Может быть, даже больше Возможно, даже больше Можно даже до полмиллиона доходить А сколько зарплата у водителя? У зарплата у водителя на газоне 800 рублей рейс На КамАЗе 1000 рублей рейс Потому что машины сами по себе Это легче, это тяжелее Ну и как бы из расчета Трех рейсов в день Это где-то, ну, порядка 70 тысяч 60 тысяч Ну и основная задача водителя Это подъехать, да У него же все автоматизировано То есть он загрузился, уехал То есть ему самому там какой-то... Да, я ему отправляю заявку Заявку в WhatsApp Приезжает на точку Отзванивается клиенту А, да, еще перед тем, как выехать Тоже нужно позвонить Вот Приехал на точку Позвонил клиенту Все, клиент начал грузить Если с нашей погрузкой То наши грузчики поднимаются Начинают все это грузить И, соответственно, как бы все Деньги получил, поехал на свалку Все Друзья, вот, пожалуйста, вам Живая, невыдуманная история Человеку 23 года Уже, получается, с 21 года Он начал в этой теме крутиться Понял, как что устроено Вот ты не побоялся брать Вот перед пандемией, да Вот этот вот Ну, понятное дело, что ты не знал А вот давай про вторую машину Вот эту машину ты покупал Как раз в каком месяце? Это был Даже, по-моему, если не ошибаюсь До июня месяца было До лета То есть совсем недавно Ты купил, по сути, свежую машину Сколько она обошлась тебе? Эта машина обошлась В конечной стоимости Ее стоимости 3 миллиона 70 тысяч Сначала, когда я хотел ее взять Она была 3 100 Вот, но было повышение То есть как раз таки Вот летом уже должны были быть повышены Повышены цены И их повысили До 3 миллиона 540 тысяч рублей Мне сделали скидку Вернули как бы до обратной стоимости Как сколько она на самом деле стоит И за там кропотливую работу лизинга Еще 30 тысяч мне скинули Итого 3 070 И ты также покупал с первоначальным взносом 10% Да, 10% и еще скидка была тоже на отминпромторга На эту машину Ну слушай, вопрос такой Тебе не страшно? Ты не боишься о том, что лизинг же это такое дело Что с тебя не будет возможности платить Эти машинки у тебя просто заберут Эти машины из-за просто изымают И все, и чао пока, до свидания Нет, эти машины берутся под работу Они не берутся из расчета того Что сегодня есть работа, завтра ее нет Есть канал, рекламный канал Есть там постоянные клиенты Есть как бы Ну приходят люди, уходят люди Есть постоянные, есть разовые Ну как бы Есть госзакупки На госзакупках тоже берем Выигрываем что-то, возим Получаем деньги Твой прогноз вообще в целом Ты как думаешь, тема будет у тебя это развиваться Раз ты покупал одну, вторую машину Я хочу, честно говоря Из вот такого мелкого коммерческого транспорта Перейти уже в чуть-чуть более крупный Это тонары Самосвальные полуприцепы И самосвалы Так как это намного выгоднее Но ты планируешь обслуживать по Москве? Или по всей стране? Нет Работать я буду Скорее всего из мусорной темы я уйду 100% Буду грунт возить Ну то есть больше к строительству хочу как бы Приблизиться Смотри, вот ты сам из Самары Вот скажи пожалуйста Вот ты поехал же в Москву Не потому что тебе тут Кремль понравился Или улица красивая Ты здесь увидел бабки Да, да Исключительно деньги И вот ты как вот человек из Самары Что ты можешь сказать в целом Вот ты сейчас пожил уже в Москве Примерно сколько? Полгода Полгода На постоянной основе Да, на постоянной основе Есть здесь сегодня Вот когда все рассказы о том Что а, цены растут Доллар 75 Кризис в стране Вот здесь попроще Если ты можешь что-то предпринимать Предприниматель Ну и П как бы да И идеальный предприниматель Он как бы это и предполагает Что ты должен быть предпринимающим человеком И крутиться Даже вот как тебе плохо не было Как другие бы не жаловались Тебе нужно крутиться У тебя машина есть в лизинге Которые За которые ты должен просто деньги платить Это машина 96-600 Это машина 102 тысячи рублей в лизинг В месяц в лизинг Как бы нужно крутиться Просто крутиться, вертеться Больше рекламы Больше звонков Больше встреч Все А вот расскажи, пожалуйста Мы с тобой в общении Услышали такую цифру То, что ты говоришь То, что, блин У тебя бывало так Что ты на рекламу и по 300 тысяч тратил Да, да А это ты, получается Закупал рекламу в интернете Да, да А вот ты можешь сказать Вот ты потратил 300 тысяч Это, блин, солидные деньги Тут не каждый До дня даже заикаться начинает Отдать просто на рекламу А выхлоп есть такой рекламы? Если ты сажаешь не менеджеров Не менеджеров Которые как бы заинтересованы Только там в окладе Или в каком-то процентном соотношении Со сделки То сто процентов окупается В два, в три раза В четыре может окупиться А это как нужно? Это что они делают? Звонят или как? Нет, у нас никакого поиска клиентов нету Мы никому не звоним первые Звонят только нам Исключительно нам звонят Единственный канал, который Когда именно мы кому-то звоним Это госзакупки Мы просто звоним заказчикам знакомиться Все Выиграли тендер Заказчику позвонили Карточками обменялись Договорчик составили Электронно-сифровой подписи подписали Все, работаем Нет, а ты говоришь То, что мы сами не звоним Это что вы делаете? Вы где-то что-то размещаете? Или как? Ну, рекламный канал Это, в принципе, все понятно Как бы Все уже давно придумали Рекламные доски Авито, Юла Тио Ну, все подряд Все подряд Все подряд Все, что есть На все, что ты видишь Туда идешь Все Потом считаешь, естественно Месяц проходит Два месяца проходит Считаешь конверсию Площадка выгодная Значит, складываешь все Все Ну, смотри Мы с тобой посчитали Что с первой машины У тебя примерно 50-70 тысяч рублей приходит Со второй Плюс-минус, наверное, так же То же самое 50 То есть в месяц У тебя остается 120-150 тысяч рублей Со вычетом налогов, естественно У тебя есть ребенок У тебя есть жена Жена работает? Жена не работает Ты снимаешь квартиру? Да Соответственно Вот 150 тысяч рублей Для Москвы С учетом того, что Снимаешь квартиру Содержишь себя Содержишь семью Как это? Тяжело 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 Растут Растут суммы доходов Растут потребности К этим доходам Когда раньше я получал 20-30 Может быть 40 тысяч Их так же не хватало Ну вот Сегодня Допустим Вот непосредственно Сентябрь 2020 года Тебе как молодому парню Как ты считаешь Сколько нужно денег Для того, чтобы ты себя чувствовал комфортно? Чтобы ты, смотри Мог сразу Ну, у нас же как Нужно копить на квартирку Если ты хочешь Рассеять в Москве Здесь, сам знаешь Десять миллионов Двушка Пожалуйста Трешка в хорошей новостройке Там 15-16 Мы смотрели Сюда еще Ремонт А тебе нужна личная машина У тебя машина есть? Нету А вот личная машина Будет когда-то нужна Ребенка возить Жену Да, конечно Сколько Сколько? Сколько, Юр? Вот полумиллиона Минимум Ну, как сказать За эти полмиллиона Уже должна быть структура Именно Не вот как бы Я руководитель Я же как бы Менеджер Принимаю заявки Я же диспетчер-логист Машины Отправляю туда-сюда Я же Получается И почти бухгалтер То есть ты мастер Условно на все руки А ты хочешь сказать То, что нужно построить По-любому Нужна для этого заработка Нужна уже команда Система, команда Друзья Это вот важно Потому что Когда мы, например, снимали Недавно выпуск Про ребят Которые занимаются ремонтами Тогда некоторые писали о том Что Получая 150-200 тысяч Никакой ответственности Сидишь там где-то в офисе Выполняешь свою работу Вы поймите правильно Что 150-200 тысяч Это хорошо Когда вы находитесь очень далеко И у вас зарплата сегодня 20 тысяч Вам кажется О, нифига себе В 10 раз больше А когда люди проживают в Москве И они хотят проживать здесь Здесь цены совсем другие Здесь вот тупо Заработать там На жилье себе Это придется Очень сильно постараться Вот на сегодняшний день У тебя есть ИП И ты получается Сам себе дирижер То есть у тебя бухгалтера нету То есть ты сам себе налоги считаешь Все платишь сам Не совсем так Есть бухгалтер на удаленке Это намного дешевле Чем Ну Содержать своего бухгалтера в офисе Еще при этом Офис свой содержать А офис ты имеешь? Был Отказался То есть ты уже у нас получается Третий человек С кем мы общаемся У кого офис был Там кому-то Они вообще нафиг не нужны Потому что сегодня Все реально же Можно даже через WhatsApp Все телефон Макбук Компьютер Все как бы Из того места положения Где ты находишься Из именно такого устройства Ты работаешь Слушай А как происходит Ты же сам например На машинах не работаешь То есть у тебя приходят люди Люди порядочные С точки зрения косяков Люди порядочные Ехать А никто не пришел Нет Люди порядочные Естественно В Москве пробки Как бы не секрет Опаздываем Да Есть такое Но договариваемся Всегда можно договориться Заказчикам Как бы заказчики тоже люди Они все это понимают Там что-то на свалке задержались Или очередь на свалке Блин Даже Те то же самое Колесо проколол Его поменять 30 минут Это тоже время А все заказчики хотят Вот-вот Чтобы в час позвонил Два машина была Юра А вот поделись Пожалуйста Своими наблюдениями У нас получается Режим самоизоляции Сняли в мае Вот кстати Ты как отработал Вообще карантин Два месяца По идее У нас такие были Вот такие вот Мероприятия Машины у тебя Как-то передвигались Пропуски рабочие Оформлял Пропуски оформлял Подожди Ну не мешай Мы же снимаем Зачем С пропусками было полегче Потом Как-то Что-то переработали Честно говоря Уже Как бы Не очень сильно Это помню Честно говорю Поменьше Естественно Поменьше Организации почти Никакие не работают То есть Мы работали только Начастников Но ты вот В этот момент Ты не начал Седину Наблюдать На голове Потому что У тебя Одна Вторая А у тебя была Одна машина Все равно А еще Вот что скажу Начиная с января До мая Как раз Месяца Активно Гозакупки Выигрывал Это было Частники И поставка Для Государства Вывести мусор А вот Касаемо Гозакупок Это интересная На самом деле Тема Ты скажи Пожалуйста Кратенько Это легко Или это Ни хрена Нелегко Ведь у нас Иной раз Говорят Что там уже Все куплено Что там уже Все договорено Хрен ты Что выиграешь Слушай Я тебе могу Так сказать В микро Госзакупках До 500-600 тысяч Ничего этого нету Ничего нету Адекватные заказчики Адекватно Понятное Техническое задание Договор Максимально понятный Ребенок 2-го 3-го Класса Прочитает Он поймет Что там написано На самом деле Вот такой вот Контейнер Нужен Поставить Вот сюда Заплатим Вот столько Пять человек Собралось Поторговались Один выиграл Поехал Все Все максимально Понятно Главное Главное читать И думать О чем ты читаешь Потому что ты можешь прочитать Как бы Глоджи в книгу А вижу фигу Как бы вот и все Ну и слушай Давай вот так вот В заключение На сегодняшний день Настрой твой Больше боевой Ты как бы вперед Сейчас будет развиваться Все Или же ты так вот Развиваться Развиваться будет Но единственное Что могу сказать Как бы государство Этим должно заниматься Соответственно Где проблемы Государства Там люди уже сами Как бы Начинают Грубо говоря Своей стране Своему городу помогать Как бы Из этого из проблем Государства Растет новый бизнес Вот и все Друзья Вот такая простая ситуация Человеку 23 года Сегодня Начал заниматься Всем этим делом Ну условно Там с 20 лет Вник вопрос Занимается Работает На сегодняшний день Вот реально Побоишься Да Вот так вот Думаешь Нифига Коммерческий транспорт Два с половиной миллиона Три миллиона Берешь Платишь Лизинг ежемесячно 200 тысяч Зарплаты Плати ежемесячно Там тоже Ну солидные суммы 60-70 каждому Отдай Плюс налоги Плюс надо За квартиру заплатить Плюс надо Купить Покушать Одеться Детей содержать Жену содержать Вот тебе Пожалуйста Реальная жизнь И вот позитивный настрой Вы иной раз спрашиваете Ну ты покажи Того кто с нуля Ну вот человек Почему не с нуля Все с нуля Как бы Кредитов не побоялся Техникум Это даже не техникум Это каблуха просто Как это раньше называли Два с половиной года На автомеханике Отучился Как бы Я не понимаю Как это Как в автомеханике Работает Я просто отучился Радио Чтобы у меня было Хоть что-то В руках держал Ну чтобы под кофе Можно было поставить Юрец Слушай Я честно скажу Я не удивлюсь Что лет Когда тебе будет 45-50 Ты станешь Губернатором Какой-то области И будут говорить А вот у него Бизнес крупный По всей стране По вывозу мусора Слушай Мы тебе желаем удачи В развитии твоего бизнеса Друзья Нам нужно закругляться Потому что Несмотря на то Что сегодня воскресенье Машины нужно заводить И отправлять их в работу Все полезные контакты На Юру Мы оставим в описании Друзья Я вам говорил Хотите принять участие Пишите почту Вы видите на экране Человек нам Поделился своими доходами Рассказал Как он зарабатывает На жизни А мы соответственно В качестве благодарности Оставляем все на него Контакты Вот она Невыдуманная Жизненная история Для кого-то Это горы мусора А для кого-то Это потенциальная Возможность Заработать денег Кто-то работы боится И скажет А что я вот этот Буду ездить вывозить Хотя люди тоже Не дураки Сделали так Что вывозят Бытовые отходы Ну строительный мусор Всякую вонь Которую там продуктовую Они не вывозят И поэтому Тут неплохо денег зарабатывают Друзья Мы вам показали Все как есть Я думаю То что вам Это все было понятно Человек Казалось бы Все разжевал Что есть у нее организация Звонок Есть машина Приезжает Загрузился Вывез на свалку Все оплатил Чистыми выходит В месяц На сегодняшний день Примерно Ну 120-150 тысяч рублей Будет больше заказов Будет больше автомобилей Соответственно Доход будет только расти Я офигел 23 года Вообще молодец Красавец В том плане То что не побоялся Брать такие долги Работать зарабатывать Тем более С Самары С женой С детьми В общем Однозначно Мне кажется Стоит поставить лайк Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на инстаграм Потому что там всегда Выходят свежие новости Дальше мы будем делать Больше подобных роликов Для того чтобы вы могли Посмотреть Проанализировать И в дальнейшем Возможно в жизни Они вам пригодятся До новых встреч Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok